Привет, друзья, это Выживатор, и мы с товарищем Атомным продолжаем выживать на лунной базе. Он сейчас находится в туалете и какие-то там звуки странные издает. Привет, Атомный, я тебя не отвлекаю? Приветствуем всех зрителей Интерсети, с вами программа Наш Дом Луна, ее ведущий товарищ Атомный и помощник, астронавт НАСА СУРВ. Я умывался и мыл руки утром, у нас на Луне утро, вот мы только проснулись. Да, сразу, чтобы не путали нас, ну в общем мы объясним несколько. Значит, вот эта первая комната, это комната СУРВ, и вот эта центральная комната, это моя комната. Мы решили так распределить, раз места значительно больше, чем экипаж, поэтому... Да, мы решили не спать в одной комнате, чтобы наши там жены, подруги ничего про нас не подумали такого. И даже не мыться одновременно в душе. Это важный момент, очень важный момент. Предлагаю собрать немножко картошечки, посадить новой. Ты хочешь кушать? А сейчас посмотрю, кстати, зайду, пойду возьму наши инструменты, в том числе КПК, и посмотрю, хочу ли я кушать или не хочу. Сурово, на Луне всегда так, не поймешь. Проверю. Хочешь кушать? Ну тут же пониженная гравитация, несколько по-другому все чувствуется, поэтому... Хотя обратите внимание, наш модуль поврежден, похоже, и он криво встал. То есть, это вам не кажется, действительно, он стоит криво, и он у нас поломанный. Я вот, знаешь, что я подумал, а это не ты ли случайно сломал этот шаттл-то, а? Я вообще руки к управлению не притрагивался, потому что... А почему только один медицинский в этом? Я один взял уже. А, ясно. Я не притрагивался даже к управлению, потому что курс космонавтов-то хорош, курс экспресс, но слишком маленький. Ну, то есть, я не умею пилотировать, поэтому зачем мне трогать что-ли? Ну, я надеюсь, надеюсь, это подумал, раз ты слов поломал, тогда у нас технику, думал, может, это твои рук дело вообще? Кстати, я кое-что понял, а именно... А, вот, помнишь, я говорил про приземлившихся инопланетян? Так вот, на самом деле, это были вот эти как раз посадочные капсулы, которые мы с грузами, вот их я видел. Видите, так что, если зрители немножко подумать, то оказывается, что это никакие не инопланетяне, а просто грузовые капсулы или отработавшие ступени, а они инопланетяне. Вот так вот на самом деле оно происходит. А мы уже думали, первый контакт. Уже тортик, думали, надо готовить, да. Из чего только непонятно, из картошки, что ли? Ну, конечно, картофельный тортик. Я пока выйду, ты подтягивайся попозже. Я не буду тебя ждать, начну уже пока там готовиться. Кстати, не хватает капсуле, нужно будет самим сделать турника и вообще каких-то спортивных принадлежностей. Что-то об этом инженеры не подумали, зато ветрогенератора нет, правильно. Слушай, возьми, пожалуйста, два конструкторских инструмента, я забыл опять. Два? Хорошо, я один просто взял, сейчас возьму и второй. Мне и себе тоже, я тоже разгерметизировал. Да, хорошо, беру второй. Я на всякий случай еще возьму анализатор почвы, буду делать анализы или пробы собирать. Потому что нам уже нужно будет где-то размещать наши, не просто так ставить. А? Помогает это, да? Ну да, не просто так ставить, где попало наши добывающие, а в четко определенных местах. Газоанализатор я уже не возьму, не поместится мне. Все. Так, наверное, ага, мединструменты, мединструменты. Посмотреть мое состояние. Нужно ли мне еще поесть? Потому что по ощущениям вроде нормально. Что там, ты какая тут низкая гравитация, я просто чуть-чуть поднимаю, просто даже хожу, слегка подпрыгиваю уже, вот, улетаю. Кстати, я, пока мы отдыхали, зашел в интерсеть и посмотрел. Представляешь, на первом канале взяли, перемешали. Мои видео будут одновременно выходить. Вот, космос фактически одновременно будет выходить вот этот наш дом-луна вместе с тем, как я еще подготавливался в центре подготовки космонавтов, и в то же время, как я выживал в Антарктиде. Хорошо, хорошо. Поздравляю тебя. Угу. Ты выходишь? Да, я сейчас герметизирую отсека. Сам-то ты когда выходишь? Так сейчас я герметизирую отсека наш. Ага. Должна. Пройти. Здорово. Закрываемся. Опа. Все. Нажимаю, готов выходить наружу. А что ты там наружу уже делаешь? Я подключил принтер к солнечной батарее и заправляю ее. Ага. Ну, наверное, лучше было бы почву вначале подключить. Возможно, но я пока все включу. Основные компоненты подключу. В общем, мне же все равно надо чем-то заниматься. Я не люблю просто... Поедем сейчас. Остальные вещи заберем, наверное. Да, конечно. Так, закрываю двери. Пусть герметизируется. И есть луна. Так вот, я еще пересматривал в интерсети немножко свою подготовку, чтобы вспомнить все, как делать. вот. Я не знаю. Наверное, у меня другой костюм был во время подготовки, но если ты сам посмотришь в интерсети, то во время подготовки я мог слаживать все вещи в микрокарманы. А сейчас не могу. Странно, потому что я могу. А, ну подожди. Все вещи прям, конечно. Да, я только в маленькие могу. Не маленькие, а микрокарманы. Как карманы дежи, полетим, поехала. Пока выброси, сейчас я подойду. Выложил. Ага, спасибо. Так, а теперь мы пушку. Бобина укатывается. О, я похож теперь на этого лунного пехотинца. Да, ооо. Космодесантника. Очень похож. Если что, я за тебя буду прятаться. Покажем этим инопланетянам. Звозь зрения. Да, конструкторский инструмент. Так, теперь. Погнали. Что я хочу взять? А, у нас топливо же кончалось, да? Слушай. Да, поменять топлива. Я пойду метан возьму, заправлю, а ты возьми кислород. Хорошо, сейчас я разверну только есть. Ну, наверное, поставлю как-нибудь. Подожди, это у нас зеленый или это красный? По-моему, сейчас посмотрю, как на ага, да, значит, красный к источникам. Там, по-моему, всегда наоборот. Да. Зеленый в красный ставляется красный в зеленый, как-то так, по-моему. У меня почему-то очень высокое сердцебиение. Прыгнишь на намного? Нет, я не прыгаю. В том-то и дело. Со здоровьем вроде все нормально было. А, ну, может, это из-за того, что я ношу слишком много? Может, из-за того, что я... Ну, чего, давай ты там взял, не взял? Что ты не взял только кислородный контейнер? А я хочу пустую заполнить. Так, взял бы это, да и все. Ну, ладно. Да, было бы проще. Оп. Ой, так. Идет, вот даже нет. Вот он где-то. Здесь, где я. А, с этой стороны. Почему-то я не могу его взять, не знаю почему. Давай. А, ну, сейчас подробно берегу. Не сломай, она отчетую машинку почему-то берет. Нет, не... А, ну, сейчас... Не, не получается взять. Странно, очень странно. Эту я вижу, что берегу. Убила такая проблема. О, есть, есть. Отлично. Просто... Просто нужно чуть аккуратнее делать. Просто, понимаешь, это русская разработка и, соответственно, советская разработка и... Я даже... Американцам... Оу! О, упал. Я к тебе даже немножко подъеду, чтобы тебе далеко не тащить. Задницу забил. Теперь у меня первый лунный синяк. Ну, тоже рекорд, считай. В каком-то смысле. Давай, да. Можешь даже его сфотографировать, послать. Ха-ха-ха. Ну, это только девушки. Девушкам своим отправлю. Вот, пускай они смотрят и говорят, вот это герой. Наш герой. Все. Так, поставил. А с какой-то... С этой стороны или нет? Значит, на вторую ячейку ставим. Да. Идет заправка. Не справа. Разгрузка слева. Все. Спасибо. Хорошо, что есть опытный астронавт, а то все-таки для меня это первый полет в космос. Ну да, ты же журналист. Угу. Не каждый день гоняешь в космос. Почему, почему, кстати говоря, отправили журналиста, а не опытного космонавта? Ты как думаешь? Потому что посмотрели и сказали, что я очень хорошо показал себя во время Антарктиды, хотя я сомневаюсь, что я хорошо себя показал там. Все, поехали. Слушай, а я вот только что подумал, а ты случайно не опальный журналист? Может быть, кто-то от тебя захотел просто так избавиться? Вот. Посмотри направо. Не похоже, что тот, кто конструировал этот шаттл, заботился о нашей безопасности. Ну, возможно. Но я сомневаюсь. Знаешь, если так хотят избавиться, то желаю всем, чтобы так противники действовали, что реализовали даже мечту. Давай вниз. Зачем? Там же контейнеры, так, по-моему, только. Так, так быстрее просто. Да, ладно. Так прямик. Ну, правда, все равно огибаем, только если не всегда моя дорога самая короткая. Знаешь, у нас получается все равно огибать кратер, только если мы огибали сбоку, справа, слева, то теперь мы снизу знаешь, вот прямую линию. Кстати, я вспомнил, что на самом деле есть еще планетолет. То есть, мы можем сконструировать планетолеты летать. Полуднее. Да ладно. Да. И даже индивидуальные ранцы для полета. Ух ты, это круто. Надо будет посмотреть на чутежах. Это прям классная новость. Я с удовольствием полетал. Единственное, что надо аккуратнее, потому что можно, наверное, и позже себя. Вот этот 3D-принтер большой, его можно создавать вообще больших размеров. То есть, таких, что аж прямо грузовик построить. Вот, если ты помнишь, вот этот лаборатория МАЗ, такая... Слушай, а вот это что такое? А, это просто камень, как будто он как будто светится. Я не видел, какой камень. Нормально. Кстати, а у тебя в скафандре что? Нету функции приближения без этого? Без монокля. Есть. Но она не очень хорошо работает. Так, приехали. Все. Да давай наверх. Так, давай контейнер. Раз уж мы сюда приехали, давай возьмем контейнер. Давай. Сколько там их еще осталось? Ты хотел приехать сюда. Три штук, по-моему. Вот эти еще два. Схожу. Возьму. Оба-баба-баба. Есть. Поднялся. Вперед. Опа. Прошел. Они пустые, ведь, да? Нет, некоторые, кстати, полные. Желательно брать полные, конечно. Вот это, кстати, и опасность. Так. Все, встал-встал. Отлично. Больше. Еще один. Давай возьмем какой из них полный. Вот посмотрим. Вот здесь у меня есть кое-что, я смотрю. Что там у тебя есть? сейчас скажу. А я сейчас посмотрю здесь. Наверное, стоит взять. А у тебя? Сейчас посмотрю, приближу. Алюминий. Алюминий, наверное, нам не нужен. Я не знаю, где брать силикон, а алюминий, по-моему, добывается. Хотя, знаешь, давай лучше железу берем, а алюминий поставим, наверное. Но железо, но железо, вообще-то, это самый ходовой товар, который нам нужен будет. Ходовой, но мы его можем добыть из почвы, а алюминий, по-моему, Не знаю, ты уже, ты знаешь, как добывать на Луне? Вот я, я не проходил, наверное, этих курсов, что можно добывать на Луне и железо на Луне. Я, конечно, тоже точно не знаю. Ладно, вот смотри, у нас алюминий. Я знаю, много Марса, на Марсе железо есть, а вот на Луне, но не много силикона. Ладно, давай возьмем тогда железо. Подожди, я бросаю алюминий. Не-не-не, бери, тоже поставь, я хочу кое-что испытать. Я хочу, у нас здесь, за креслом, видишь, что у нас за креслом есть? Мне кажется, вылететь может, знаешь. Я понял. Место. Надо его как-то попробовать использовать. Так как же его перевернуть, так чтобы он... О, есть. Давай сюда. О, потихоньку, потихоньку. Стоп. Не попал. Нет, ты знаешь, в первую брачную ночь у меня все лучше получалось, чем здесь. Ну, вот и посмотрим, как с железом. Поехали. Получилось? Вот так вот. Ну, не знаю, там места достаточно, он должен нормально держаться. Сейчас посмотрим. Я пробираюсь. в первую брачную ночь. первая брачная ночь намного лучше, чем то, что здесь не получается. Ставка вот этих бидонов. я немножко потерял ориентацию сейчас и не понимаю, правильно едем или нет. Ты не видишь, как дайк? Да правильно едем наверх. А, ну, сейчас. Там уже подрулим, куда надо. Я думаю, немножко надо будет сместиться влево. Это чересчур уже. Кстати, это же шпорт луноход, на котором мы сейчас ездим. Его тоже не сделали так, чтобы можно было управлять дистанционно. Не знаю, странно это все. Это было бы удобно. Для чего? Ну как? Мы спим, а НАСА с земли продолжает управлять техникой и работать. А мы спим. Техника работает. Ну да, полуфорова. Пока я не вижу, где. А, я вижу все. Все обнаружил. Да, зашли слишком. Так, пытаюсь посмотреть. Не видно, как там наше железо. Ты хорошо водишь, слушай. Вот почему я не беру руки управления. Потому что, если что, вдруг... Нормально, нормально стоит. Можно погрузить. Так, здесь еще пустые контейнеры. Главным образом все пустые. Ага. Да. Почти все пустые, короче. Так что, хорошо, что мы взяли эти контейнеры. Бери, да, можно взять еще один контейнер. Нет, куда ты его засунешься? Сбоку. А, ну ладно. С твоей стороны. ты у нас специалист по вставлению, так что вставляй давай. Да, я уже научился на луне вставлять. Бидончики в разные разъемы. Поэтому... мастер. Мне дипломчик дадут, когда я... Мастер-класс приеду, смотрю. Да. Причем, мне кажется, что это вообще не запланирован, наверное, было. Хотя... отлично. Отлично. Великолепно. Великолепно. Что нам... Я солнечную панель беру, наверное, ты бери большую, потому что мне тяжело будет ввести, не видно ничего. А я возьму вот эту маленькую. Здесь можно уже, в принципе, пока не возвращаться. Как-нибудь потом... Тут осталось всего лишь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь бидончиков для ресурсов. И все они пустые. Если вот нам действительно будет не хватать бидончиков, мы за ними съездим. Согласен. И ветрогенератор. Если нам не будет хватать ветрогенератора, то... Да, если ветер сильный будет, на луне. Земля. Если будет сильный ветер на луне, мы обязательно возьмем эту штуку. Спасибо, спасибо, что передали. Передайте предупреждать тем, кто занимался комплектацией. Я думал, чего не хватает на луне ветрогенератора. Ты готов? Так. Да, все, я взял наши солнечные батареи. Оба поехали. Давай немножко все-таки поедем по периметру. Хотя, с другой стороны, тогда что-то у нас не очень хорошо получилось. В этот раз ты уже опытней, поэтому... Давай, давай попробуем. Может быть, по краешку все-таки проще ехать. Знаешь, я этой солнечной панелью закрываюсь так, словно зонтиком от сол. Ее можно прямо так в руках подключить и сразу же запитываться электроэнергией. Расскажи какую-нибудь интересную историю. Или интересную историю? Как ты, не знаю, почему ты стал журналистом? Или расскажи, как ты оказался в Арктике почему-то? Ну, в Антарктику... Я уже рассказывал эту историю. Космонавт Выживалов подошел, когда я снимал передачу «Время космонавтики» про марсианскую студенческую миссию с роботехникой. И он мне предложил, слушай, ты хотел в Антарктику, там что-то, полетели с нами в Антарктику, посмотришь, как готовится марсианский отряд космонавтов. Ну, я и полетел, и попал в авиакатастрофу. Удивительно, выжил. И тут я попал в катастрофу. Это какая-то, я не знаю, что это такое, но два раза в катастрофу. Здесь, правда, вообще как-то оно легче все было, чем там. Наверное, второй раз уже проще переживать все такие события. Да, вижу. И вот... Возможно, не случайно как раз у нас отломился кусочек от машины. Так что ты меня пугаешь, приятный. Немножко. Да я сам себя иногда пугаю. Смотрю в лицо и говорю, о, елки-палки, как страшно. А выживала в итоге? Выживала? Да, он нормально, он на земле сейчас, и дальше тренируется. А я в космосе. Вот представляешь, как получилось? Он пригласил, должен был лететь, а в итоге полетел я. Без опыта, без ничего, но зато хорошо снимаю передачи. Говорят. Правительство сказало, что журналист, журналист, потому что... Ой, 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 что-то у нас происходит. Показывать достижения. О, все хорошо, нормально, нормально. Я не понял, почему у нас... По весной космонавтике. Видимо, это ветер. Ехали, ехали, непонятно почему, начал... Машина начала взлетать. Зуб, прием, прием. Мы нашли на Луне ветер. Нас чуть не сдуло. Спасибо за ветрогенератор. Пригодится. А мы уже доставили кабели? Да, мы доставили. Надо добытчики только подальше поставить. Я не знаю, будет ли тут шум. По идее, конечно, шума не должно быть, но все-таки не Марс. Но мало ли что. Да? Все, стоп. Станция. Как назовем станцию? Станция. О, вспышка через 3 минуты. Рабочая вспышка через 3 минуты. Понял. Время есть в принципе, можно не волноваться особо. Я сейчас тогда заберу пробы с помощью инструмента. Потом мы протестируем. Так, нам нужно построить, кстати говоря, в принтере сделать по-хорошему какую-то панельку, базу для... Странно, но звук передается. Очень странно. Может быть, это из-за того, что я как-то через почву получаю? Я спрашивал у наших, это аудиосимуляция. А-а-а. То есть, у нас в скафандрах специально проигрываются звуки, чтобы мы... Ну, это чтобы было более привычно и комфортабельно. Так, а вот что? Ну, хорошо, я бурю, например. А дальше что? Ага, вижу, все. На скафандре отображается забор образца. Две минуты у нас, имею в виду, осторожно. Первый образец получен. Иду сейчас к той зоне, где... разместились... Куда образцы слаживаются? Ага, образцы средние. То есть, я могу только два образца пока взять. Давай здесь еще и... Открывай дверь. Готовы к возвращению. У нас еще... Две минуты, пока время есть. Второй образец собран. Я поставлю сейчас вот эту штуку. Слаживаю. Себе инвентарь. Я, наверное, биноклю беру, потому что я не пользуюсь этим биноклем, я пользуюсь тем, который в скафандре. Все, я побежал на базу. Хорошо. Я тоже. Оп. Потому что я хочу иметь 15 детей, поэтому себя нужно поберечь. Оу! Открываю двери. Опа! Супер прыжок. Захожу. Жмакай. Красненькую. Давай. Закрываемся. Ну, есть. Ну что, пока неплохо, да? Давай, кстати, сохранимся. Мало ли чего. Так, секс, эмей. Я свет пока смотрел, как настраивается нормально. Открываемся. Так, я сейчас проведу тесты. Значит. Кстати, ты можешь свой шлем прямо в большой слот слаживать. Отдавай, я пока не буду снимать скафандр. Итак, проверяем. Первый. Я попробую взять тяжелый скафандр. Может быть, я не буду так сильно прыгать благодаря тяжелому. Проверяем. Continuing ground core sample acquired by drill. Maybe analyzed. The sample job. Так, начинаем анализировать. Все. Ну, как же, я не знаю. Может быть, я полу... Я немного перегрет, поэтому я подумал, может быть, если я приму душ, то... Может быть, это... Ты не сюда. Да, попробуй-ка. Так и экономно. На. Ко мне не подглядывай, ладно. Так, хорошо. Есть анализы проведены. И не совсем понимаю, как это работает. Мне не очень-то объясняли. Anna noted. Что это значит? Anna noted. Мне незамеченный. Так, я как в разные кейсы сложил. Ну-ка. Так, все. Все, правда, не знаю. Вроде помогло. О, слушай, по-моему, помогло. У меня пропал сразу этот индикатор. Хотя, может быть, дело не в этом, может быть. Может быть, скафандры я снял, поэтому индикатора нет, не знаю. Все, хорошо. Проверил я грунт, и результаты для меня вообще непонятно, что это значит, зачем оно надо. Это все-таки нужно было профессионального геолога, журналист не об этом. Так. Так, ты заходишь туда или выходишь? Я пытаюсь... Давай, проходи, я пройду. Посмотрю результаты, может, я что-то пойму. Угу. Так. Да, образца. Давай. Ну ты... Проанализировали, что еще? Проходим. Вот, я вспомнил, как называлась антарктическая станция Европейского Союза, на которой мне напоминает наш модуль. Конкордия. Конкордия. Так что, если кто-то, кому-то интересно, можете посмотреть, и прям как у нас здесь будет, только без скафандра. Так, давай сюда. Слышь, что нужно сейчас сделать? В смысле? У меня сейчас? Да, я готова ходить. Жду. Инструменты все есть. Возьми газовый анализатор. Зачем? Какие газы на ауне? Ну вот и посмотрим, какие газы. Все-таки дали это оборудование. Может, окажется, что ветрогенератор как раз нам нужен. О, боже мой. Так, 37,8. У меня температура нормально. Все по идее, по прочим показателям. Все хорошо. Отлично. Пошли герметизироваться. Захожу. Как же медленно. Тут, я не знаю, это подготовка или это у вас такие скафандры? Это тяжелый скафандом. Быстро можно. Передвигался. Тяжелый скафандр. Герметизируешь? Ты оделся тяжелый скафандр. В среднем скафандре намного легче двигаться. Но, с другой стороны, наверное, прыгать будет безопаснее в тяжелом. Ясно. А у тебя средний, да? Сейчас у меня тоже тяжелый. Я решил экспериментировать. Решил немножко поберечь свое наследство. Это правильно. Что такое? Блин. Да, блин. Хватит нажимать. Хватит баловаться с дверями. Ну, что ж такое-то. Ну, так открывай. Я стою вообще, смотрю на эти двери. Сам себе баловаться. Ай-яй-яй-яй. Не, мы одновременно открывали прыжок. Что, как? Высоку прыгаешь, да? Хорошо, да. Не надо будет рекорда по прыжкам ставиться. Все-таки все равно не так прыгай маску. Так, надо оборудование установить. Опа. Солнечные панели надо с одной стороны поставить. Отключи эту солнечную панель, нам надо будет на тройник ее ставить. Да. Ну, так-то я тройник поставил специально с расчетом на то, что он недалеко от солнечной панели ставит. А почему ты его так далеко поставил? Его реально далеко поставил. Ну, ладно, хорошо. А вот сюда. Ладно, будем плясать от принтера, да? Да. Его нужно посредине, между добывающими установками и всем прочим ставим. Ага. Хорошо. Некосно сюда должен провод дойти. Есть. Установил дверь. Даже дальше. Хорошо. Солнечные панели. Ова. Я катушку сейчас чуть-чуть ближе подтянул. Ага. Дотянется, нет? Уху. Нет, чуть-чуть поближе. И по тропинкам, и на тропинках далеких планет останутся наши следы. Я верю, друзья, в караваны ракет помчат нас от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет оставим мы наши следы на пыльных тропинках. нормальная песня. Слушай, на пыльных тропинках далеких планет. Так, чуть-чуть дали наши не рассчитал. Так, красненький, нужно брать конец. Давай, пошли. Разматываемся. Так, что это за звуки? Все-таки через почву передается звук, потому что я слышу принтер. Это уже не симуляция, точно. Первый провод подсоединен от батареи. Так, сейчас поведу. Оп. Ага, ты его разместил. Да, немножко не... Ну, зеленым, вот той стороной, который ты сейчас поставил, нужно к солнечным панелям ее развернуть. Давай. Ты уверен? Да. Вот так, к солнечным панели, а с другой стороны мы будем подсоединять уже все исходящее. Так, один провод есть. Второй провод. Да нет, не подключаются даже. Так, смотри, нет, ты не понял. А просто вот этими красными мы сейчас подключим генераторы. В эту сторону мы подключаем генератор. Вот смотри, сейчас я поставлю. Поставь генераторы, чтобы они не вмешались вон туда подальше. Да и все, что-то. Не-не-не, вот смотри, есть. Мы сейчас в первый генератор будем бегать. блин, ну, смотри. Смотри, а с этой стороны уже выходит как раз на этот самый, как его, на принтер. Здесь, если хочешь, по проводам прыгать, что ли, все время? Ну, а почему? Мы переставим на вон, добывающий, солнечных панелей вон туда поставим, а здесь будет питание, то есть, принтер будет там, два провода аккуратненьких будут идти. Верно, мы специально размещаем, чтобы модули подальше были от нашего посадочного. Это уже мне какого-то вот штука, она мешается. Генератор нам вон туда поставим, где машина, туда поближе, и все. Здесь же мешаться будут. Как они будут мешаться? по панели эти солнечные дурацкие. Вот так. Здесь у нас, я так понимаю, справа будет переработчики жития. Вообще-то я их слева хотел поставить, ну ладно. А суп у нас проблемы, мы не можем согласовать, куда ставить солнечные панели. Нам нужно совещание вот так вот собрать. Нормально, вот срочно. Мы сюда не будем никогда ходить, она намешаться не будет. И так кажется. Ну давай так. Это же по фэншую, понимаешь? Красный Ничего не понимаю фэншую. Идти на... Вот красным должно быть, вернее так, зеленым должно быть к нашему шаттлу, потому что зеленый это цвет природы. У нас дома в шаттле находятся эти картошка. картошка зеленого цвета, поэтому зеленое к зеленому. Мне так объяснили вот в центре управления. Знаешь, Китай дружественная нам страна, но я ничего не понимаю в фэншую. Вот, а у этих как раз, вот жаль у нас нет синих, синих нету каких-то тоже переходников, потому что здесь как раз синенькие. Их бы можно было к тебе лицом ставить. Судя по тому, как я ездил в прошлый раз. Ну вот, давай немножко еще. Есть какая-то у меня педантичность, хочу поставить немножко красивее, а сейчас не получится, наверное, да? Хочу, как всегда, лучше, а получится не лучше. Ну ладно, давай уже так. Нормально, две солнечные панели стоит. Так, ты здесь сам потручешь, ладно, я пока эти штуки поставлю. Красный, подожди, а, ну да, нормально, нормально. Красный провод к зеленому взял. В нижнюю вставим. Дотянется, не дотянется. Сейчас попробую. Так, 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 нижний. Есть. Подсоединено. Все, пытайся. А, я не понял, а вот все, вижу, как ты поставил. Давай, берем. Боже мой. Ух, это мне напоминает программы симуляции у нас в Союзе, перед тем, как лететь на Луну, проходили. Ну, конечно, она более примитивна, причем она разработана, эта программа симуляции была не у нас, а именно наса. И любой зритель может тоже ее попробовать. В свободном доступе находятся. Есть провод. Вот это, кстати, у нас дрель. Он добывает из камня. А, хорошо, спасибо. А, вот, так, что его нужно куда-то к камням ставить. А, вот, добывает почву. Блин, ну, ладно. Так, а где же у нас тут камни-то? У нас тут камни-то и нету. Ну, где-то рядом посмотреть. Слушай, может быть, тогда ты был прав, может быть, тогда надо куда-то вон туда попробовать потащить. блин, ну, тогда, если на камни ставить... Ну, нам нужно уже где-то с левой стороны искать камни. Не дотянется. Если бы мы сделали два переходника... Вау, оу, что это? Ты мне пинок сдал под зад или что? Нет, нет. Я как-то улетел вперед, непонятно почему. Это пришельцы. Вот, 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 снова, смотри, смотри. Езда на змее, хочешь увидеть? Да, давай. Давай, не получишь. Зеленым. Сейчас не получишь. Вот, сотри, а он как раз зеленым. Смотри, смотри, я на змее еду. Ну, ты вообще, блин. Я оседлал лунного змея. Причем, с зеленым концом. Ой. Давай, вставляем его. Вот это да. Интересная физика на луне. Я никогда не думал, что она именно такая. Что можно именно на проводах кататься даже. Сколько нас необычных и чудных открытий здесь ждет. Так, попытаюсь поставить теперь. А я не тем концом же ставлю. Зеленый это нужно вставлять в распределитель наш щиток. Так, давай, 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 ближе. О, есть. Здорово. Как же его поставить-то на камни? Ну, может быть, вот сюда. Может быть, дотянется. Не знаю. Хотя, ой, блин. Бегова. Никуда не дотянется. Ну, разве что вот сюда не дотянется. А, вон. Ну, это плохо, потому что шуметь же будет сильно. Вон там есть камень, конечно. Длинители, так, 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 так. Аккуратно. А, этот зеленый змей на луне. я же ничего не пил. Подсоединяем, кроме воды. Есть, солнечные панели уже включены. Угу. Ох, я пошел прыгну за пустой. А ты не разгружал еще наш ровер, да? Не разгружал, хорошо, значит, где-то должен быть здесь ячейка. Классно, все-таки можно еще больше ячеек за счет вот этого места сбоку. Ну вот, вот пустая. Хорошо. Ставлю пустую ячейку. Опа. Так, ну хорошо. Ладно, надеюсь, что сильно слишком не будет шуметь уж. Есть. Пошла добыча, смотрю, что добывается. Сильно шумит, Да, хорошо шумит. Блин. Я пока не вижу. О, да, лунная, лунный грунт добывается. Подъем. Нам проводов не хватает. Слушай, я прилагаю пока одну батарейку отключить, если нам не будет хватать. Ага, и бобина, кстати, у нас побежала куда-то. А зачем так далеко станцию? Давай ее поставим ближе к переработчику. Какую станцию? не, не надо. Понимаешь, переработчики очень, если я тебя правильно понял, переработчики очень сильно шумят, добытчики. А вот переработка шумит немного. А смысл нам переставлять-то надо будет от добытчика сюда и все? Я просто не хочу тратить, я не хочу, чтобы ты хочешь в комфорте, чтобы не было тебе громко, понятно? И чтобы на записи, когда ты будешь отправлять в свою эту, в центр управления свои видеозаписи, чтобы это... Так, осмотри, а нам тогда придется больше переносить, дальше переносить вот эти все бидоны. Ну, ничего, мне кажется, такого страшного нет. Смотри сам, если ты готов все время заправлять самолично, я могу тебе отдать привилегию и я буду с принтером, а ты с этой штукой, пожалуйста. Давай. Можешь ставить где хочешь. Я поставлю чуть-чуть их ближе. Где входящие, где выход... Ну, входящие, наверное, вот эти возле экрана два, а исходящие три. Скорее всего, вот так оно работает. Сейчас, 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 скажу. Пустые бетоны. Сейчас я скажу. Да, вот входящий, там, где с экраном, да, правильно. бидончики-то у нас должны быть, должны быть сейчас. Сейчас пойду, посмотрю, пустые бидоны, чтобы установить восходящие. Внизу, под лестницей, да, ты за... заложил. Смотрю. Так, много металла. Вижу, алюминий. Алюминий. Представляешь, сколько бы людей у нас бы решила сейчас сдавать этот алюминий, если бы увидели. Ага. Это, по-моему, пустой. Да, пустой. Отлично. Такие... Алюминий. Знаете, вот на луну стоит лететь ради алюминия. Все, кто нас смотрят, зрители, почему... Вы тут столько алюминия соберете и разбогатеть, станете миллионерами чисто на алюминий. Ага. Хотя в союзе, конечно, миллионерам не рекомендуется быть, но хорошие деньги и купить все, что нужно, то можно сделать. Вопытно, но она не работает. А почему она не работает? Потому что... не тот материал, короче, понятно. Эта штука у нас не будет пока работать. Какая? Добыча камня. Камень нужен вон там, скорее всего. Видишь, большие жалли. Там, где камень, там и надо ставить. Да, там большие жаллижи. Где камень? Покажи. А, ты возле этого поставил? Я думал, что этого достаточно. Так. Нужно образцы собирать и по образцам определять. Может быть. Давай я сейчас забурю. Возможно, можно будет туда поставить. Кстати, слушай, а нам же, мы же, по идее, можем запитать просто вот эту штуку, подальше поставить ее, рядом с ней поставить солнечную панель. Все. А не надо солнечную панель. она там стоит, просто от нее провод провести, вот и все. Ну, просто здесь очень далеко. Здесь вряд ли она будет доставать. Не, мне нравится тяжелый скафандр. Это немножко бредово. Лучше ходить в среднем. Серьезно. В среднем тебе больше, да? Да, быстрее будешь ходить. Ну, смотри, я забираю пробу камня. Есть. Образец взял. Значит, здесь камень. Пойду еще овоф прыжками. Ого, да это ты далеко куда-то. Ну, далеко, да, ближе. Не знаю, вон там еще есть скопление, но мне кажется, они не сильно ближе. Опа. Кстати, и бочечка-то сама к тебе и катится. Давай я повешу. Крутяк. Принесу. Тебе же ты эту пустую бочечку, да? А, нет, я поставил уже, по-моему. А, да, я вытащил, значит, это моя. Я попробую забрать образцы вот здесь вот. Угу. Где много камней. Возможно, здесь пригодится. Так, давай дрона запущу, посмотрю, как это со стороны в охлебе. дрона. Да. Давай добываем. Угу. Интересно на себя со стороны смотреть. забавно. Есть, я добыл образец. Здесь, и на вот том камне, который, да, ты посмотрел. Хорошо, прыгай. Ну, пришельцы, нападайте на меня. У меня есть, чем защищаться. Забырю вас. Задрелю. Упа. Ну, чё, поставим тогда туда получается этот солнечную панель, Слишком далеко. Нужно попробовать вначале, а вообще она будет работать. Ну, хотя с другой стороны. Просто, ну, я хотел уже там собирать батарею из шести солнечных панелей, как это на земле учили. Ну, это прям явно не срочно. Шесть солнечных панелей сделать. Нам нужны добытчики больше. Есть. Образец. Смотрим, всё, я взял максимум образцов. У тебя есть место свободное? Ага. Я могу тебе сбросить пару образцов, возьмёшь тогда и ещё забрать парочку. Хорошо. Я вот тут возле камня сброшу. Сколько у тебя места? Да почти всё пустое. Нет, большие ячейки у тебя в среднем вернее ячейки сколько? А, сейчас подожди. Три. Ну, небольшие, а средние, да. Маленькие. Хорошо, значит, называются маленькие. Да. Держи, тут такие баночки, они кажутся как типа консервы там или паштетик, но это не паштет, ни в коем случае не ешь это реголит. Если что, вот здесь рядом. Посмотри, видишь. Ага. Они, возможно, даже в микрослоты, да, они даже, по-моему, микрослоты попадают. А, нет. Нет, они не ставятся, я пробовал. Ты перенес одну солнечную панель сюда? Так, а пойду тогда принесу тебе этот самый, где-то здесь находился, бидон, или ты его уже тоже принес? Принес, поставил. Можешь подключить. Подключить? Давай. Подключу я уже в этом разбираюсь электрикой. Но ты... Ой, блин, пардон. Ты аккуратнее, чтобы на зеленом змей не улететь. Так, вот, на подключай. К другим концам красно. Если не дотянется, я поближе подтащу сейчас. Сейчас, пошли. Так, подсоединяю. Есть, подсоединен к сети. Смотрим. Работает. Работает, оно добывает. Валя, да, фигачит. И не шумно, кстати. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Что там происходит? Ну, это как будто как сосед дрелью фигачит. Нормально. Ну, вот и сосед. Привет, сосед. Хорошо, что мы утащили. Давай помашем руковикой. Привет, сосед. нормально так фигачит хорошо пусть он уже отработал или уже слушай что-то не очень работает больше но я не слышу так с энергией все нормально а сейчас запас посмотрю а он время то есть у него пульс да с собой собирается камень но нам нужно как-то организовать все производство лучше будет но это пока базово главное сейчас выжить а потом уже будем оптимизировать все улучшать построим не знаю летательный аппарат будем кататься по вечерам но я предлагаю подвести итоги серии наш дом луна мы развернули производство на луне впервые в мире впервые в истории человечества у нас добывается камень в промышленных масштабах лунный и лунный грунт то замечательно также мы нашли еще одно место куда можно запихивать бидончики на луноходе это клево ну и у нас были большие проблемы с тем как развернуть производство мы его развернули как смогли мы его собрались из того что было ну вообще вам не кажется очень плодотворно у нас сегодня получилось мы сегодня и покатались на машине собрали сюда и все настроили теперь можно будет спокойно работать нам надо будет еще вот это кстати подключить шланг ну кабель вернее а можно в маленьком принтере отдельные эти как кабели по моему нет по море надо баджину делать но я не я тут она сейчас посмотрю давай принтер смотрю это по моему не в машины провода нет это не то коммуникации ресурсы станции кстати мы здесь можем сделать гидропонную установочку и этот помпу для воды в нашу станцию знал такое нет унитаз можем собрать наш советский это обязательно надо будет сделать но для маленького принтера слишком большое ну что какие земля короче такой далекой такой прекрасный но нам и здесь хорошо здесь весело есть чем заняться есть необходимость заниматься фитнесом можно прыгать на 3 метра здесь единственное что не хватает конечно это нормальной еды потому что мы едим только картошку мясо а хочется борщ хотя нет какой борщ гамбургер борщ это мне хочется но ты проговорился что там тебе нравится наш советский борщ хочется гамбургер картошку при но кстати картошку фри мы сможем сделать как-нибудь угощу тебя до картошка фри хорошо в ложка как на день рождения я рад что у нас все хорошо получается нам еще много чего предстоит сделать но мы пока живем может быть даже когда-нибудь мы наладим наш летательный аппарат а может быть к нам прилетит новый летательный аппарат может быть даже с девушками и вместе будем здесь строить колонию на луне вот первый столик кстати первое изделие собранная на луне поздравление и сделал его астронавт сурф нет не 1 1 был вон тот то базовой станции она не еще этот кажется переходник хотя переходник мы возможно и не сделали ну поскольку ты не показал первое что-то сделали поэтому вот он первый объект который сделали на луне сурф твои впечатления ты вошел в историю давай станешь прямо на этот педестал расскажу стишок представь вида это маленький прыжок для человека и большой положу прыжок для человечества я горжусь тем что первым создал табуретку на луне первая лунная табуретка ее будут выставлять в музее все будут восхищаться этим теперь так что поздравление ну что зрители нашей передачи наш дома луна а вы знаете что делать искать и писать комментарии в интерсети ну а мы увидимся в следующей теле передачи да и вставьте лайки да ставьте лайки подписывайтесь извините в колокольчики там в колокола и до встречи в убежище на моем канале на канале атома пока с вами были ведущие сурву и товарищ атомный есть